Продолжаем тему, есть о чем поговорить. Денис Попович с нами на связи, военный обозреватель. Денис, приветствуем вас. Добрый вечер, Денис. Объясните, пожалуйста, вот что. Заявление Шойгу о создании ленинградского и московского военных округов. Это что такое? Эти округа создаются только на бумаге? Или есть подтверждение тому, что действительно передислоцируют какие-то крупные соединения, какую-то технику туда перевозят, личный состав? Это первый вопрос. А второй, в продолжении, на фоне войны в Украине и вот этих колоссальных потерь, которые несет российская армия, насколько много они могут туда переместить сил и средств? Есть ли еще что-то перемещать? Ну, у них была программа по расширению вооруженных сил в Российской Федерации, увеличению численности. То есть, они могут найти, в принципе, ресурсы для того, чтобы осуществить переброску войск, для создания этих двух военных округов. То, что сейчас есть на бумаге, то в будущем, в общем-то, может быть и реализовано на празднике. Я для этого не вижу ни малейших препятствий. Ну вот. Все это является реакцией на, прошу прощения, вступление в НАТО. И Финляндия, теперь уже Швеция, сегодня Швеция официально стала членом Альянса. То есть, Российская Федерация таким образом на это реагирует, и таким образом создает угрозу уже на этом флаг. Ну, пока складывается впечатление, что странам НАТО откровенно, уж сильно нагло угрожать, они все-таки не рискуют. А вот за бедную несчастную Молдову могут покошмарить, что называется, да. Сегодня во Франции состоялась встреча двух президентов, Майи Санду и Макрона. Подписали документы, в которых идет также о том, что Франция открывает постоянную военную миссию в Молдове. Насколько критична ситуация там? Что пытается Макрон предотвратить? Он там пытается обеспечить европейское присутствие. Почему? Потому что Молдова сейчас может стать объектом, скажем так, поползновений со стороны Российской Федерации. Представители спецслужб Молдовы как раз об этом заявляли. О том, что Российская Федерация готовит гибридные операции по дискредитации референдума, европейской интеграции Молдовы, по дискредитации президентских выборов. Мы знаем также о том, что глава Кагаузии, да, автономная республика СССР, Молдовы, прибыла, эта женщина там, прибыла в Российскую Федерацию, пообщалась с Путиным, Путин пообещал ей поддержку. То есть идет, значит, упор на пророссийские силы, да, и в составе Молдовы, это касается Кагаузии, и став, например, не строить, а также сильные пророссийские настроения, для того, чтобы, в общем-то, через парламентские выборы в этой стране попытаться усилить влияние на ситуацию в Молдове. То есть, ну, фактически проделать то же самое, что когда было в Украине. Припоминаете, да, когда парламентско-президентская республика, да, то есть премьер подосчетен парламенту, операционная деятельность на плечах премьера, а президент имеет собственные, в общем-то, полномочия, которые не являются абсолютными. Да, то есть то же самое, очень похожая ситуация будет в Молдове. То есть, и тогда, если во время парламентских выборов поведят пророссийские силы, то в этом случае Российская Федерация будет иметь такое влияние на ситуацию в Молдове. А это опасно для нашей страны не в том плане, что там может быть военное вторжение, а в том плане, что нам придется, в общем-то, ситуацию контролировать и отвлекать войска и на Приднестровье, и вообще обращать больше внимания на ситуацию в Молдове. Напомните, пожалуйста, в Приднестровье насколько большой или насколько маленький контингент российских войск, и вообще что в военном плане представляет из себя это образование? Ну, Приднестровье опасно для Молдовы, в военном плане, вместе с контингентом тех российских войск, которые там находятся. Вот для Молдовы она представляет опасность, потому что Молдова, к большему сожалению, не обращала особого внимания на развитие вооруженных сил. Ну, по большому счету, их там и нет в нашем представлении. Даже в понимании, даже в сравнении с Украиной, образца 2014 года, которая, к сожалению, не готова к войне с Российской Федерацией, постоянно на 2014 год, даже вот по сравнению с этим состоянием в Молдове армии нет. Поэтому для Молдовы Приднестровская группировка, плюс то, что находится там российский компонент, она представляет собой опасность. Но если представить себе ситуацию о том, что Приднестровье вместе с российским компонентом попытается сочетить агрессию против Молдовы, то в этом случае Майя Асанду может попросить помощи Украины, и тогда, в общем-то, Приднестровье обвлечено. Потому что против вооруженных сил Украины те формирования, которые находятся в Приднестровье, не имеют ни малейших шансов. А Россия не сможет их поддержать, потому что каким образом это можно будет сделать. То есть перегонять десант через воздушное пространство Украины, авиационное, так он будет сбит. Раньше он успеет долететь куда-либо, понимаете. Поэтому военная операция не имеет перспектив против Молдовы с помощью Российской Федерации. Вот гибридная операция, о которой шла речь. Расшатывание ситуации, попытка посадить пророссийские партии в парламент, заблокировать решения президента Майя Асанду по продвижению в Европу, заблокировать любые ее решения, любые инициативы, связанные с европейской интеграцией, скомпрометировать выборы, поднять какие-то беспорядки, наподобие тех, что были в Украине, на Донбассе, в свое время, которое привели к сепаратизму. Вот это вполне возможно сделать. Скажите, пожалуйста, а может ли быть как-то связанным с событиями в Молдове, с предстоящими событиями, тот факт, что в последнее время практически каждый вечер, каждую ночь россияне обстреливают юг Украины, используя шахеды. И вот буквально в эти минуты снова сообщают о взрывах в Одессе. На юге Украины объявлена масштабная тревога. Связаны ли эти как-то процессы? И почему в последнее время так российские войска, армия усилили обстрелы юга? Ну, они и раньше обстреливали. Нет, обстреливали и зерновые терминалы. Только если раньше не обстреливали ракетами, то сейчас они обстреливают шахедами. Они обстреливают территорию Украины, потому что обстреливают гражданскую инфраструктуру, обстреливают зерновую инфраструктуру и так далее. С событиями в Молдове это не связано. Они же напрямую против Молдовы не проявляют пока еще грязи. Поэтому тут обстреливают необычного. Извините, уточню просто. Чего-то необычного в том, что они еженошно обстреливают Одессу, вы не видите? Так не раньше, не практически каждую ночь запускали шахеды по территории Украины. Ну, то ли по Одессе, то ли по другим регионам. Ну, на мой взгляд, может быть, немножко цинично звучит, да, потому что мы помним трагедии, которые происходили в Одессе, в том числе и попадание в жилые дома, в том числе и многочисленные к жертвам, большому сожалению. Но, опять же, к большому сожалению, ничего обычного, необычного этих обстрелок я не наблюдаю. Но в глобальном плане. То есть каждый день они обстреливают территорию нашей страны, каждый этот обстрел носит чешские жизни. То есть это террор нашего местного населения мирного. Так, хорошие новости пришли сегодня из Чехии. Петр Павел сделал заявление о том, что инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины полностью профинансирована. Это означает, что мы получаем 800 тысяч снарядов. Как вы считаете, насколько эта схема может быть рабочей? Многие военные эксперты сейчас говорят, что в принципе, если хорошо искать, на рынке вооружения во всем мире дефицита нет, были бы деньги. Так вот, нашли же 800 тысяч. Вот она и рабочая. Сейчас осталось, чтобы их доставить на территорию Украины. Ну сейчас будет стоять вопрос о строках доставки и о параметрах доставки. То есть, сквозь какой периодичностью, какие партии не будут доставляться. Но я могу сказать о том, что уже сейчас, в общем-то, ситуация на фронте с обеспечением боеприпасов в последний день несколько улучшилась. И снарядный голод, скажем так, стал не таким. Не будем тогда расспрашивать детали, почему да зачем, пока нам это знать, наверное, не нужно. Спасибо вам огромное за это включение. Денис Попович, военный обозреватель, главный редактор издания «Апостров», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. 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 Продолжение следует...